К вам, дети, Слово, дорожите благословением родительским. В Святом Писании сказано, «Благословение Отчие утверждает домычат, клятва же материнская искореняет до основания. Когда нас благословляют отец и мать, их устами благословляет сам Бог». И к вам, родители, Слово, вы видите, какую силу имеют ваши родительские молитвы и ваше родительское благословение. Молитесь за своих детей. Учите их страху Божию. Учите их хранить святую православную веру. Храните сами это дорогое сокровище, как хранили его наши отцы и деды и предки от времени святого князя Владимира. Но если благодать Божия является знамением обновлений на тех святых иконах и храмах, на которых запечатлелась сила молитвы, то почему же иногда обновляются иконы у людей маловерующих и равнодушных, даже неприязненно настроенных к вере. Можно сказать, если бы святые иконы обновлялись только у людей богобоязненных, то это дало бы повод заподозрить достоверность чуда, объяснить чудо религиозным самообольщением, благочестивым обманом или даже своей корыстной ложью. Но когда святые иконы обновляются у людей маловерных и равнодушных к вере, то знамение обновления приобретает силу непререкаемого факта. Читая в житиях святых мучеников и исповедников веры повествование об изумительных знамениях благодати Божией, мы иногда приходим в недоумение. Почему же теперь нет чудес? Может быть, знамения совершались только в древние времена, и теперь их не может быть? По своему маловерию и малодушию иногда, как будто даже верим и не верим, что такие знамения когда-то были. Но вот они. Эти дивные знамения совершаются и ныне перед нашими очами, и не менее изумительные, как и в древние времена. На глазах у всех какой-то неведомую силою обновляются почерневшие от времени кресты, купола на храмах, обновляются иконостасы, святые иконы становятся блестящими, не только как новые, но приобретают еще какой-то особенный, утонченный вид. Вот просветляется почерневший от пыли, загрязненное насекомыми, священное изображение на бумажке, непокрытом стеклом. Вот изорвавшаяся от времени, проткнутая резанными ножницами, нечистивцем бумага, священного изображения срастается и становится целой, оставляя только рубчики, где она срослась, чтобы сохранить следы чуда. Вот еще заглаживается трещина на лике священного изображения обновившейся иконы. Или вот, наконец, из простреленной длани распятого Христа три дня сочится кровь. Господь посылает чудо, когда оно нужно. Нужны были чудеса, и они были в древние тяжкие времена, гонители, отмучители и еретиков. Когда, как видел святой тайнозритель, Божиим попущением даны были зверю, врагам Христа, уста, глаголюще, велика и хульна, и дана бысть ему власть, творите месяц, четыре десять два, и дано бысть ему брань, творите со святыми, и победите я. Ныне вновь настала тяжкая година испытаний, когда вновь Божиим попущением дано было зверю, исконному врагу Божию, дьяволу, брань творите со святыми, и победите я. Когда за грехи наши Господь предал нас власть еще более ожесточенных и коварных гонителей веры, чем в древние времена. Но милосердный Господь вновь посылает и дивные благодатные знамения и чудеса, чтобы изобличить и посрамить нечестивцев, укрепить в гонении верных рабов своих. Дивные знамения обновлений свидетельствуют верующим и неверующим, что есть какая-то высшая примерная сила, которая совершает действия, невозможные для человеческих сил. Совершает то, что невозможно у человека, а возможно только у Бога. Свидетельствует, что есть всевидящее око, которое взирает на дела человеческие. Есть всемогущая десница, которая управляет судьбами народов. И если власть головы нашей не погибнет без воли Отца Небесного, то тем более не может случиться что-либо великое с целым народом. Есть внешняя история народов, есть незримая, мистическая история народов, есть Божие проведение, которое определяет судьбы народов. Уставив предученные времена и пределы селения их, назначил каждому народу свое время владычества и свое место жительства на земле. Ярость гонителей веры устремилась по преимуществу на поругание святых икон, храмов Божиих и других святынь. Знамением обновления благодать Божия ясвенно утверждает истину почитания святых икон, святость храмов Божиих и православного богослужения и обличает безумие хулителей святых икон, безбожников и сектантов. Доказывает истину самой религии христианской. Нигде, ни в одной религии не совершалось и не совершается знамение и чудес, которые совершаются в Церкви Христовой. И только в ней одной, как ныне, совершается дивное обновление святынь. Рука безбожной власти сняла все драгоценные украшения со святых икон, изъяла все священные ценности из храмов, взяла все, что с молитвой было принесено в течение веков верующим народам в дар Богу. Но утешая страждущие души верных рабов своих, взамен тленных ценностей милосердный Господь украсил святые иконы и храмы нетленную духовную красотою, дивным знамением обновления их. Знамением обновления благодать Божия посрамила нечестивое сборище, именующее себя живой церковью. Она явила дивные знамения обновления в недрах истинной православной церкви, нерушимо хранящей чистоту святой веры и священные церковные порядки и обычаи, как они приняты от святого Владимира, но возгнушалась мятежным и студным сборищем и не явила там знамений своего благодатного посещения. Почему же благодать Божия избрала знамение обновления, а не иное знамение для посрамления безумных нечестивцев и укрепления в вере чад своих? Мы не можем и не знаем почему, но позволительно рассуждать, что знамением обновления благодать Божия может быть свидетельствует о духовном обновлении согрешившего народа. Согрешил весь народ, допустивший поругание веры и пролитие мученической крови пастырей своих. Согрешила интеллигенция, развратившая веру народа и добрые нравы его. Ныне видим великую перемену в народных массах и среди интеллигенции. Милосердный Господь доподаст нам силы преуспеть и укрепляться в этом духовном обновлении. Мятущийся ум ищет ответа на недоуменный вопрос. Если, говорят, обновление икон и храмов есть действие силы Божией, то почему Бог, являя чудо на иконах и храмах, каким-то непонятным обновлением их не являет силы своей, когда иконы и храмы и вообще святыни подвергаются поруганию и осквернению со стороны врагов веры, поруганию иногда самому гнусному и отвратительному? Почему Бог не поразит заслуженной карой нечестивцев? Косвенный ответ на этот вопрос можно найти в показании одного из свидетелей чудо-обновления, врача Сажина. Если подобные явления до сего времени не наблюдались у нас и среди нас, то подобного безвременья и подобного надругательства и издевательства над святынями православной веры также не наблюдалось до сего времени ни вне, ни внутри России. Благодать Божия потому и являет знамение на святых иконах и храмах, что никогда и нигде доселе святые иконы и храмы не подвергались такому хулению и поруганию, как ныне, и являет не для того, чтобы тотчас поразить карой хулителей и осквернителей с цветыни, а для того, чтобы обличить хулителей и врагов веры, сделать их безответными перед судом Божиим, утешить скорбные души верных рабов Христовых и утвердить их в истине. Человеку дана безграничная свобода избирать добро или зло. На все дана свобода, пока длится земное бытие человека. Если рассуждать, что кара небесная должна была бы поразить нечестивцев в тот самый момент, когда они дерзнули надругаться над цветыней, то можно сказать, что гром небесный должен был бы поразить и первых виновников падения, прародителей, в тот самый момент, когда они склонили слух свой к хулению клевете сатаны на Бога и дерзнули нарушить заповедь Творца. Гром небесный должен был бы еще прежде поразить первого виновника, грехопавшего Деницу, увлекшего с собой третью часть ангельского мира и ставшего виновником падения первого человека, а с ним всего человеческого рода. Но мир разумных существ, бестелесных духов и одетых плотью человеческих душ есть мир свободных существ. Если бы тот час по преступлению исследовала и кара, то нарушена была бы свобода разумных творений, которые лишены были бы возможности свободно проявлять добрую или злую волю, находясь под страхом тот час же неизбежной кары. Творец призвал разумные твари к жизни и блаженству, но он восхотел, чтобы разумные твари сами сделали себя достойными жизни и блаженства и для сего дал им безграничную свободу проявить во всей полноте и окончательно свою добрую или злую волю и через это сделать себя достойным вечной жизни или вечной смерти. Однако бывают случаи, когда кара божия поражает злодеев и нечестивцев видимым и очевидным для всех образом. В Харбине накануне Нового года по новому стилю некая вдова Антонина Мордвинова довольно молодая особа принимала участие в комсомольском кочунственном представлении, что происходит почти постоянно у коммунистов накануне праздников. Мордвинова должна была представлять за сценой, как она расколола икону, сделала из нее костер и сварила чай, который вынесла на сцену. На другой день у Мордвиновой заболела голова и к вечеру вылезли все волосы. Мордвинова вначале убравшая у себя иконы заболевшая опять поставила их на прежнее место. Произошел также поучительный случай грозной кары божьей кощунника на станции Куанченцзы Китайской Восточной железной дороги. Случай этот описан с достаточными подробностями в корреспонденции помещенной в правой Харбинской газете «Русский голос». Сообщаемое в корреспонденции было соответствующим образом проверено пишущим сие. Людомир Владиславович Янкевич, весовщик службы движения 13 апреля после службы пошел местный учком, где работал как опытный художник в отделе «Безбожник». По постановлению месткома вся страстная и пасхальная неделя должны были пройти в антирелигиозных выступлениях комсомола. Для этой цели изготовлялись специальные кощунственные плакаты и картины. Янкевич должен был написать картину изображающую спасителя с чашей в руке в кощунственном виде с бутылкой и рюмкой. Но только приготовился у него онемела рука, произошел паралич. С помощью врача он направился домой на извозчике, где и скончался около трех часов дня. Правая рука у него отнялась именно в тот момент, когда он хотел написать чашу. Великий и святой Бог не может посылать знамений ради праздного любопытства, чтобы удивить только людей, а посылает их для какой-либо спасительной цели. Дивное мистическое событие обновлений должно иметь свое глубокое мистическое значение. Древняя Святая Вселенская Церковь, Матерь Российской Церкви, мужественно и победоносно прошла огненное искушение кровавых гонений от свирепых языческих властителей, претерпела терзание еретиков и вынесла гнет посягательства римского епископа на свою свободу и чистоту своего учения. Надлежало и Российской Церкви чьере ее пройти огненное искушение, как говорит апостол, и приобщиться страстям Христовым, чтобы возрадоваться, когда откроется слава Христова. Надлежало и Российской Церкви окропить себя мученической кровью пастырей и верующих чад своих, приобщиться к сонму избранников, о которых святой тайнозритель говорит, Итии победиша сатану кровью агнчию и словом свидетельства своего и невозлюбиша душ своих даже до смерти. Спаситель Бог, возлюбивший Церковь и себя предавший за ню, да будет свята и непорочно. Посетил и Российскую Церковь огненным искушением, чтобы посрамить Сатану, как некогда он был посрамлен терпением праведного Иова, чтобы на Неве Российской Церкви отделить плевелы от пшеницы и отсечь от тела Церкви омертвевшие члены ее. Огнь испытаний очистил Российскую Церковь от внутреннейшей таившейся в ней тли, разлагавшей клир и епископов, которая, подобно гнойному смердящему нарыву, выступив наружу, породила сатанинское сборище, именующее себя живой Церковью, отверженное с гневом верующим народом и всеми истинными пастырами Церкви, оставшимися верными вселенским церковным порядком. Подобно матери своей древней Вселенской Церкви, Российская Церковь ныне переживает тяжкую годину гонений за Христа, терпит терзание от новых разратителей истины Божией и дерзких разрушителей мира и порядка, сонмище сатанина, именующего себя живой Церковью. И Российская Церковь несет ныне гнет посягательств на свою свободу чистоту своего учения римского епископа, неубоявшегося и неустыдившегося воспользоваться несчастным положением Российской Церкви, чтобы отторгать чат ее вслед себе, вместо того, чтобы со Христовую любовью прийти на помощь враждующей Российской Церкви. Со времени озарения русского народа светом Христова учение Российская Церковь в первый раз еще переживает такую годину скорби, как теперь. Но умножились скорби, умножилось и утешение от Бога. Никогда прежде на всем протяжении истории Российской Церкви не было такого обилия благодатных знамений, как теперь. Проторглась как бы многоводная река благодати Божией, явившаяся себе в дивных знамениях обновления святынь. Эти дивные знамения столь многочисленны, столь очевидны, столь изумительны, что по справедливости могут быть сравнены с потоками дивных знамений, которые Спаситель Бог излил первенствующие времена Церкви, когда она переживала кровавую годину гонений. Но тогда достойными носителями благодатных знамений Святого Духа были сами верующие. Ныне, в век оскудения веры, носителями благодатных знамений явились святые иконы и другие священные предметы. Страшная година, переживаемая ныне Российской Церковью, не есть ли преддверие последней годины искушения, хотящие прийти на всю Вселенную искусить и живущие на земле. Власть, поднявшая красное знамя на борьбу со Христом, обогревшая себя мученической кровью пастыря и верующих, чад Российской Церкви, не есть ли притеча той исполненной хулы и вражды на Бога, грядущей власти, которую видел святой тайнозритель в образе великого красного дракона. Дивное знамение, которое благодать Божия явила ныне, не есть ли знамение приближающихся великих событий, которым надлежит быть в конце концов. Мир будет существовать до тех пор, пока останутся последние праведники, после которых уже не будет на земле никого, кто был бы достоин спасения. Когда уже завершится предуведенное и предупределенное премудростью и волею всемогущего Бога прежде всех веков и прежде бытия самого времени вся бесконечная полнота разумных существ, достойных войти во блаженство, тогда наступит тот великий и последний день мира, к сретению которого повелевает нам быть всегда готовыми. Спаситель и праведный мздовоздаятель Бог. Одно божественное мановение и разверзается бездна грядущей в вечности, и весь пройденный миром путь веков и тысячелетий минет, как одно неуловимое мгновение. Тысяча лет, сказал псалмопевец пред очами Господа, яка день вчерашний. День Господин близ есть при дверях Евангелия от Матфея. Он близок для каждого из нас и для всего мира. Архиепископ Мефодий 1925 год Мефод. Продолжение следует... Продолжение следует...